Москва избавила Америку от русских хакеров. Ростислав Зубков во взгляде за 14 января 2022 года. Ну и в контексте предстоящего текста, ответьте себе на вопрос, так Робин Гуд был героем или преступником? Поехали. ФСБ по обращению США ликвидировало в России хакерскую группировку Ревил. Несколько лет ее участники терроризировали американские структуры, а в прошлом году президент Джо Байден даже обратил на это внимание своего коллеги Владимира Путина. Как разгром Ревил отразится на отношениях России и США, и при чем тут переговоры по безопасности? Оперативники ФСБ пресекли деятельность хакерской группировки Ревил, члены которой похищали деньги с помощью вредоносных программ. Как сообщили в пятницу в пресс-службе ФСБ, установлен полный состав преступного сообщества Ревил и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. Одного из задержанных зовут Роман Муромский, другого Андрей Бессонов, сообщил РБК со ссылкой на данные Тверского суда Москвы. Суд по запросу следственного департамента МВД отправил одного из предполагаемых хакеров под арест сроком на два месяца, сообщил РТ. У почти полутора десятков участников группировки были изъяты по 25 адресам, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской и Липецкой областях 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 премиум автомобилей, купленных на украденные средства. А вот мне интересно, если бы эти хакеры тратили деньги на нужды, ну не знаю, детских домов, каких-то социальных учреждений, каких-то социальных программ, США стребовали бы с государства убытки задержанным предъявленным обвинением в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК «Неправомерный оборот средств платежей». Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы. Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, говорится в сообщении ФСБ. Американские правоохранители передали российским коллегам информацию о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний. В распоряжении российской спецслужбы оказались данные, как посредством внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование, киберпреступники действовали со своими жертвами. В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемое в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализованно. Представители компетентных органов США о результатах проведения операции проинформированы, сообщили ФСБ. Напомним, что активность преступной группы Ревилл на территории Соединенных Штатов стала предметом разговора президента России США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня прошлого года в Женеве. В начале июля Байден во время телефонной беседы с Путиным также поднимал тему кибербезопасности и вел речь о продолжающихся атаках с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемых базирующимися в России преступниками, которые затронули США и другие страны. Байден предупреждал Путина о готовности США принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от кибератак. Спустя несколько дней сайты Ревилл оказались отключены. По данным американских открытых источников, хакерская группировка Ревилл, сокращение от двух английских слов «вымогатель» «злой-злой» – это объединение кибервзломщиков, связанное с Россией. Ее называли одной из самых активных кибербанд в мире за совершение крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. В США обвиняли Ревилл в атаке летом прошлого года на сервере одной из крупнейших мясоперерабатывающих компаний GBS. Контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней. Из-за блокировки GBS остановила работу своих заводов в США, Канаде и Австралии. В итоге была вынуждена уплатить вымогателям 11 миллионов долларов. Еще одной крупной добычей Ревилл стал гигант-производитель программного обеспечения KSC, а ранее тайваньская IT-компания Quanta, партнер Apple. Всякий раз хакеры действовали на отработанной схеме. Сначала вскрывали и блокировали базы данных компаний, а затем вымогали выкуп за возвращение доступа к ним. Некоторые сайты в темном сегменте интернета были созданы для контактов вымогателей с их жертвами. Информация о спецоперации ФСБ появилась после серии переговоров, которые на этой неделе проводили российские дипломаты и военные с США НАТО и ОБСЕ в Женеве, Брюсселе и Вене. В ноябре прошлого года генпрокурор США Мэрик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров Ревилл, получил порядка 13 миллионов долларов от жертв своих хакерских атак с применением программ вымогателей. Но 6,1 миллиона долларов из них Вашингтону удалось вернуть. Осведомленный источник заявил Интерфаксу, что Россия не выдаст США тех участников Ревилл, у которых есть российское гражданство. Он напомнил, что Конституция России запрещает выдачу иностранному государству граждан РФ, не уточнив в силе задержанные хакеры россияне. Однако представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы. «Участники Ревилл могут избежать наказания, если их навыки окажутся выгодны спецслужбам», сказал газете «Взгляд хакер» и специалист по гипербезопасности Сергей Вакулин. «Они будут выгодны государству, если останутся на свободе, а тюрьма просто погубит их талант. С ними лучше поговорить, чтобы завербовать. Так делают и в России, и в мире в целом. Знаете, как в шутку говорят, хакерство – это искусство, а не преступление. Из черных хакеров вполне можно получить белых, работающих уже на ФСБ, например». Не исключил собеседник. Он сообщил, что не знает этих хакеров лично, но у него есть понимание, как их могли вычислить и задержать. «В одном из телеграм-каналов я увидел якобы методичку для МВД по поимке хакеров. Там больше двухсот листов», отметил Вакулин. «Я начал читать и обратил внимание на следующее. Как известно, черные хакеры более-менее безопасно общаются только в Даркнете, теневой закрытой зоне мировой сети, примчание «Взгляд». «Темное пространство интернета – это их тусовка, но там выделяется никнейм пользователя», указал собеседник. «При этом некоторые хакеры любят оставлять следы, в том числе в своем имени. То есть их отличают особенности лексикологии, а также знаки припинания и даже пробелы. А некоторые сервисы в Даркнете идут на сотрудничество с властями, сдавая черных хакеров», уточнил собеседник. Несмотря на криминальный след в действиях Рэвил, Вакулин заявил, что не стал бы упрекать их в содеянном. «В чистом белом сегменте хакеры зарабатывают, но очень мало. На порядке меньше того, что получают черные хакеры», сказал эксперт. «Ну и своего рода патриоты своих не грабили». Извините. «Это отчасти связано с тем, что за законные хакерские услуги, например, по поиску тех же уязвимостей в системах, компании не доплачивают, ибо не знают ценности информации. На мой взгляд, ценник наоборот нужно поднимать, чтобы раскрутить рынок и хотя бы немного пошатнуть темную часть интернета», заключил он. «Ликвидация Рэвил произошла вскоре после переговоров России и США по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО. Не знаю, совпадение ли это, но по крайней мере у нас есть хороший пример международной кооперации», полагает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Нам нужны хорошие новости, особенно после недавних консультаций, которые завершились жестко, с четким обозначением своих позиций и признанием ряда пробелов. После них всем стало тревожно. Но даже если общие отношения у Москвы и Вашингтона не очень, преступников все равно надо хватать», – заявил он. Собеседник призвал не усматривать в происшедшем духа Женевы. «Скорее всего, американцы наконец-то просто прислали нашим спецслужбам необходимые бумаги. Работать без документов слепо очень сложно, а теперь у нас появились основания для задержания, изъятия и далее проведения следствия», – предположил эксперт. «А я предполагаю, что это задержание было на взаимовыгодной основе. Работать без документов слепо очень сложно, а теперь у нас появились основания для задержания, изъятия и далее проведения следствия», – предположил эксперт. «Так что нельзя сказать, что ФСБ пошла навстречу Вашингтону». Безусловно, поимка этих хакеров сенсацией, но не более чем тот случай, когда США также помогли нам предотвратить теракт в Петербурге, напомнил Дробницкий. «Любым законным требованиям другой страны, которая просит наказать злоумышленников, нужно соответствовать. Кроме того, Москва сама давно говорит, что к кибер-угрозам надо серьезно относиться. На каждом своем большом выступлении президент Путин обязательно высказывается на эту тему», – указал он. Ростислав Зубков. «Москва избавила Америку от русских хакеров». А я хочу напомнить, что Ваш лайк, комментарий или репост будут продвигать не только это видео, но и весь канал, невзирая на все препоны Ютуба. Спасибо за понимание и за помощь!